здравствуйте дорогие друзья дорогие дети и взрослые дети все мы дети напоминаю по крайней мере до пенсии вас приветствует космическая российская федерация skyrus винирус и океарус в этот раз я вам расскажу о книгрушках вот о книгрушках чуть-чуть подробнее я вам уже показывал вот этот макет начну с того что вообще все это это грубый макет это я назвал мое первое маленькое чудо света мечтариум летающий мир крылорук крылушка крила крылорушка детская игрушка из дерева ожившие полено чудес и как само игрушковое дерево вот поленья чудес new wonder logs новые вандерлоги до поленья чудес и вот мини игрушковое древо чудес с планетами чудес вот банки винируса вот древомузы этой аналог пластмассовый вот крылоручка вот и главное живые бабочки здесь я вам показываю ювелирные украшения которые могут после этого оставаться но это тоже макет на основе крылышек из бума из бумаги потому что пока тратить вот материал который есть я не буду этим надо заниматься эпоксидировать как я назвал янтаризировать крылья дату сделать из них небесные сокровища драгоценности души драгоценные души крылья бабочек это уши я вам рассказывал это неоднократно ну сейчас я хочу поговорить о вот книг рушках да вот это тоже грубый макетик когда я вставлял это в заколку вот для начала я взял вот такую заколку да ну у нее надо срезать лишние зубья потому что иначе все это порвется и вот вот это разорвалась я склеил это гумиркой снова но в принципе вот принцип такой можно скреплять будет и скрепками и чем угодно есть вот такие получается вот объемные книжки которые вырезаются вот из крыльев да и они я продумал их сейчас на данный момент три типа вот сейчас сделаю вам небольшую презентацию это вот собственно за книжка заколка книжка да за книжка да игрушка все это книг рушке да как заколочка до ветвишка потому что можно цеплять на веточки но в данном случае вот на такой вот чербачок вот заколки вот от тем более вот это еще лучше будет цеплять на более такие крупные вот вот так вот да вот она цепляется да за любые чербачки за веточки и будет висеть вот поэтому ветвишка да эта книжка на веточках и либо крылоколки да вот но дело не в названии сейчас я вам расскажу об этом чуть чуть подробнее вот один из главных типов что я вот так понял что это вот сама книг рушка книжка игрушка детишка детская книжка но собственно это детишка да все это детишки детские книжки я подумаю как это все классифицировать как вам это все представить вот и вот она вставляется скажем так вот саму вот я сейчас вынул вот это крылышко да и вот она вставляется вот сюда допустим да я не буду сейчас вынимать здесь она сейчас у меня подоткнута вот такими бумажными скомканными кусочками да из альбомного листа потому что все это на самом деле либо делается съемным либо вклеивается приклеится делается несъемным но сейчас я вам вот покажу смысл вот этих вот я вам сейчас разберу эту вот крылоколку видите я снял вот эти вот крепления как вот они могут быть и большие и покажу вам два отдельных крыла вот примера из чего состоит такая вот книг рушка детишка да одна из главных тем потому что потом идут живые бабочки я вам уже показывал были гусенички куколки вот последние еще вылетит самих бабочек я отпустил вот их опустевшие кукольные домики отпустил я их только что о чем опубликовал видео которое вы можете посмотреть но сейчас я еще опишу еще один вид это к не шарики до книжки шарики вот лишь шарики как лошарики или смешарики но там название шло по другим принципам то есть от слова смешные шарики или шарики лошадка дня летающие елочные шарики потому что все это предполагается будем вешать на елку но елка это новогоднее дерево new year 3 по английски а у нас новодетское дерево new children 3 и не обязательно это елка вот например береза или сосна но это все чудесные деревья жизни деревья чудес и деревья детской души из космической российской федерации и вот на них и будут висеть такие к не шарики потому что их крылья это тоже книжки в этих книжках извините будут заключаться как я вот назвал такую задумку все таланты вашего ребенка почему сейчас объясню ну начнем с того что то что эта книжка да вот она здесь сказка надежда из крапивы эту сказку написал я она с терапевтическим эффектом как бы терабайка цели сказка да то есть на это на рассмотрение специалиста мы ставим сейчас в покое письменную часть почему она должна быть потому что но и все-таки эта книжка да то есть надо что-то прочитать это может быть обращение от бабочки например там здравствуй мой дорогой юный друг там дорогая там маша можно конкретно с именем дорогая даша наташа или мальчики дорогой саша миша и поля ваня и так далее я там павлиний глаз там ну и так далее то есть рассказать что-то о бабочке в детском виде можно просто описать бабочку тоже ну как бы по детски да не обязательно с там с какими-то обращениями то есть это вот читать читательная часть вот есть часть которая вырезать можно вот что это вот такая вырезайка чтобы сделать из них вот здесь у меня получается комплект на 4 бабочки вот здесь и здесь можно вырезать правые и левые части крылышек чтобы делать из них дальше крыло ручки вот древомузы там летающих вот волшебные сказочные сказочная коза да мамины глаза но и так далее вырезайки вот есть наклейки раскраски да то есть когда просто мы берем например да вот вы не распечатываете крылья например раскрашиваете ну вот допустим есть ориентиры до кита глаза и ребенок может раскрасить красками фломастерами ручками чем угодно карандашами ну и наконец самое главное вот в чем все таланты вашего ребенка я поясню вот вы видите глаза qr-коды частности это мой youtube канал нажмите на паузу прошу любите жаловать то есть если у вас видео идет за компьютером наведите мобильный телефон и с помощью qr-ридера вы попадете на канал мечтари космосат вот здесь канал например мой канал я открыл на инстаграме значит вот нажмите на паузу нацельте qr-ридер да и вот вы сможете ознакомиться с этим далее хочу еще вам что показать здесь допустим у меня канал вот сейчас что же здесь у меня ой забыл так здесь у меня реал музык по моему ну это неважно здесь я заложил очень много всего здесь сейчас покажу это проза ру где и распечатаны как рассказки с авторскими правами и ваш ребенок тоже может потихоньку становиться писателем здесь стихи ru где пишутся песни вот здесь вот например так вот здесь натуралист а и натуралист где у меня наблюдение ну может быть я что-то немножко попутал вы когда наведете и попадете по этим ссылкам с помощью qr-ридера по вот этим qr-кодом попадете на странице вы сразу все увидите и таким образом вот в этой книжке заключаются все таланты все страницы в сетях которые ваш ребенок может использовать для раскрытия своего творческого потенциала я показываю там вот на личном примере да я обычный человек я столяр практически папа карло да то есть у меня вот в поленье чудес новые поленье из которых я делаю такие вот деревянные новые куклы и вот в этой книжке это все вот так заключено вот поэтому я вот хочу вам ее таким образом презентовать ведь система космосадов система воспитания детей и мечтателей которые будут стремиться к образованию стремиться через вот развлечения обучение и даже лечение то есть терапевтическим уклоном напоминаю эти сказки но только после одобрения специалистами без такого одобрения это просто развлечение и просто наука да не вопрос и вот такие книгрушки да не шарики книгрушки и ветвишки под призваны к тому чтобы возбудить интерес вот к наукам у ребенка к саморазвитию и в том числе через увлечение бабочками бабочки дают как видите очень многое можно даже сказать все и это я вам расскажу на ближайшем занятии которое могу провести и у вас вот напоминаю что бабочки и крылья они могут быть разные я назвал это вот небесные надежды я вам сейчас покажу различные виды очень важно вот я сейчас покажу вот бабочки которые у меня находится да что вот лимоницы павлини глаза перламутровки самые разные вот она лимоница это то что уже оставляет нам свои засушенные крылышки улетает на свою радугу и вот мы такие книгрушки ветвишки и детишки и книжарики делаем с помощью вот таких реальных реальных крыльев реальных крыльев бабочек которые потом из куколок которые я вам еще раз повторю что очень важно чтобы дальше вылетали живые бабочки вот те же капустницы вот они живые я вам сейчас покажу вот как они прыгают да у меня в руках да как они двигают своими хвостиками смотрите видите она шевелит хвостиком не очень активно она немножко отдыхает наверное ну покажи нам ну шевелится вот это капустницы маха он и вот павлини глаза они все вылетели вот пестрокрыльницы и бражники и вот крылья у вас совершенно конкретные крылья бабочек я вам хочу сказать что можно сделать вообще вот одно крыло как вот вот в этой крыло крыло руки в этом в этой крыло ручки вот крыло руки вы открываете вот эту книгрушку книгрушку и здесь вы можете видеть только вот например qr-коды ссылки на страницу таким образом вы на площади в одном крылышке да вот одно крылышко и второе сможете разместить все вот напоминаю что это маха он и совершенно реальные бабочки которые вылетят из кукол и летать у вас по комнате это пестрокрыльницы вот и весенняя форма вот которая вылетит вот из этих куколок и отложив яички летом у нее летняя форма выглядит вот так и также хочу напомнить что точно так вот в таком же виде можно заниматься и тропическими бабочками вот синяя морфа голубая морфа да и калига отрей сова золотая золотая такая сова морфиды вот это семейство тоже нимфолиды вот вот такие тропические бабочки и наши ничем не хуже если ими заниматься вот именно в таком увлекательном интерактивном виде с игрой и обучением развлечением да и лечением то можно заниматься и нашими бабочками с тропическими у вас но не так все выйдет с тропическими интереснее в каком плане тропические бабочки крупнее ну естественно что они экзотичнее и надо для них выдерживать определенные условия для этого я тоже придумал определенные декоративные мечтариумы вы можете купить на фирмах просто фермы с бабочками и оттуда будут они вылетать а уже что с ними делать по вот моим принципам то тогда уже это уже если вы захотите можете обратиться ко мне я вам подскажу ну пока на этом все до свидания дорогие друзья дорогие дети и взрослые дети темы детям по крайней мере до пенсии я полетел в космическую российскую федерацию до новых встреч и не прощаюсь с вами говорю вам до свидания а